Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Волжском районе прошли соревнования по рыбной ловле, в которых приняли участие ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. Глава Самары Елена Лапушкина регулярно проводит осмотр городских территорий. На этой неделе мэр пообщалась с жителями Ленинского и Железнодорожного районов города. Самарцы задавали вопросы, высказывали пожелания. Какие пространства нуждаются в благоустройстве, расскажет Михаил Ермоленко. Новые локации и пространства, а самое главное, все больше обновленных территорий. Только в Ленинском и Железнодорожном районах за четыре года благоустроили бульвары на улице Революционной и Мичурина, сквер Мичурина, Крымскую и Никитинскую площади. Содержание этих территорий на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Во время традиционного объезда мэр города проверяет, как ухаживают за территорией и что нужно сделать дополнительно на общественных пространствах. К примеру, на Никитинской площади есть детская площадка, которая практически всегда пустует. Мэр отметил, что по возможности нужно рассмотреть вариант ее переноса в более оживленное место и поручила главе Ленинского района и профильному департаменту заняться этим вопросом. Главное вынести инициативу на общественное обсуждение. В центре внимания главы города не только общественные пространства, но и дворы. Жители дома 3А по улице Арцебушевская обратились к мэру с просьбой помочь изменить схему движения по прилегающей дороге. В частности, жильцов беспокоит грузовой транспорт, который не только создает много шума, но и периодически разрушает асфальтовое покрытие. Тем более, что недавно здесь начали укладывать новое. Представитель профильного департамента отметил, что вопрос уже на контроле и проблема в стадии решения. Решили этот вопрос поставить дополнительные знаки. Задание тоже подготовлено, согласовано ГАИ, мы отдали его Олегу Владимировичу в работу. Ну то есть мы там грузовому транспорту запретим? Запретим грузовому транспорту движения сюда на улице Арцебушевская. То есть весь поток транспорта, конечно, исключить здесь движение не получится. Ну нет, конечно. Во время осмотра Ленинского района Елена Лапушкина обратила внимание на территории, которые могут быть обновлены. На пересечении улиц Дачной и Мичурина, рядом с торговым центром, есть небольшая заросшая зеленью аллея. Пока локация далека от идеальной, но в будущем все может измениться благодаря программе формирования комфортной городской среды. Активные жители микрорайона хотят видеть новое облагороженное пространство и даже подготовили собственный проект. Осталось только дождаться следующего года и когда территорию внесут в список рейтингового голосования за благоустройство. Уже сейчас самарцы видят здесь прогулочную зону с красивым озеленением и инфраструктурой. Все ждали завершения работ по проектированию реконструкции улицы Дачной. К счастью, есть заключение, которое обрадовало практически всех жителей Мичуринского микрорайона, о том, что все-таки будет не реконструкция, а капитальный ремонт. Поэтому все жители хотят, чтобы этот сквер, как зеленый остров, остался на территории района. До конца августа, отметила глава города Елена Лапушкина, необходимо осмотреть все девять районов Самары, проверить содержание и благоустройство общественных пространств и дворов, которые обновляли с 2018 года по муниципальным, региональным и федеральным программам. Особое внимание глава города уделит тем территориям, о которых часто пишут жители. Михаил Гермоленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Стали известны промежуточные результаты реализации программы формирования комфортной городской среды в Самаре. О ходе работы рассказали на еженедельном совещании под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Обсуждение прошло в Департаменте городского хозяйства и экологии. На сегодняшний день по программе формирования комфортной городской среды обновили 30 дворов из 56 – 7 в Кировском районе, 5 в Красноглинском, 3 в Самарском, 4 в Советском, 5 в Ленинском, 2 в Октябрьском и 4 в Куйбышевском районе. Готовность остальных 26 дворов специалисты оценили в 50%. Их благоустройство планируют закончить к середине сентября. Напомню, программа формирования комфортной городской среды действует в Самаре с 2018 года. Благоустраивают не только дворы, но и общественные пространства. Например, в этом году обновили сквер имени Куйбышева в одноименном районе города. Продолжается благоустройство сквера Узакса по улице Сергея Лозова в Управленческом, сквера на Ташкентской. А также идет первый этап благоустройства парка Воронежские озера и парка культуры и отдыха Молодежный. В Самаре избрали нового председателя городской общественной палаты 4-го созыва. Им стал доктор экономических наук профессор Габибулла Хасаев. Первое заседание общественной палаты в новом составе прошло в городской администрации при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности расскажем в сюжете. Поддерживать инициативы граждан и некоммерческих организаций, вырабатывать рекомендации органам местного самоуправления, вести контроль за работой чиновников. Все это задачи городской общественной палаты. Ее состав в этом году обновился, поскольку завершился пятилетний срок работы общественной палаты прошлого созыва. Первое заседание в новом составе состоялось в городской администрации при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Новым председателем общественной палаты единогласно избрали доктора экономических наук профессора Габибуллу Хасаева. Это человек высочайшего профессионализма, человек глубочайшей порядочности. И к его мнению, безусловно, прислушивались, прислушиваются и будут прислушиваться. И я благодарю Габибуллу Владимировичу, что вы согласились возглавить такой ответственный пласт работы. Не все вопросы, которые будут рассматриваться на заседаниях общественной палаты, имеют какое-то прямое, однозначное решение. Всегда надо находить компромисс и убеждена, что с вашим опытом, с вашим знанием, конечно, эти компромиссы, конечно, эти решения будут найдены. Благодарю вас за оказанное доверие. Для меня это высокая честь и огромная ответственность возглавить общественную палату одного из городов-миллионников Российской Федерации, где представлены такие, я бы сказал, выдающиеся, известные, опытные, авторитетные личности, носители многих компетенций, которые помогут нам осуществлять успешную деятельность на благо нашего города. В состав общественной палаты четвертого созыва вошли 27 человек, в том числе главный редактор телеканала «Самары ГИС» Елена Орлова. Традиционно в состав общественной палаты города входят наиболее известные, уважаемые люди, которые внесли весомый вклад в развитие города, являются лидерами общественного мнения и представляют различные социальные группы городского сообщества. Я хочу от имени членов общественной палаты Самарской области, от имени нашего председателя Виктора Александровича Сойфера поздравить вас с вхождением в четвертый состав общественной палаты города и выразить уверенность в том, что наша совместная работа послужит дальнейшему развитию и процветанию города Самары и Самарской области. В состав городской палаты традиционно избираются 14 кандидатур, которых определяет глава города и 13 представителей общественных советов и некоммерческих организаций. Это позволяет сделать общественную палату эффективной переговорной площадкой горожан бизнеса и власти. Большие проблемы складываются из маленьких нерешенных вопросов. А эти маленькие нерешенные вопросы часто не решаются на каком-то мелком уровне. А когда встречаются руководители, вот этих мелких вопросов, их обладать нет, решается все очень легко. И вот как раз, мне кажется, цель этих общественных советов, общественной палаты для того, чтобы вместе на высоком уровне вырабатывать методологию работы, чтобы исключать какие-то несоответствия в работе на благо общества, граждан, людей, обыкновенного человека. Общественная палата Самары впервые собралась в 2007 году и с тех пор является площадкой для широкого диалога, обсуждения гражданских инициатив и местом аккумулирования всех общественных предложений для улучшения жизни города. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Очередная волна COVID-19 может накрыть регион этой осенью. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Пока вирус мутирует и приспосабливается к новым условиям, медики думают над тем, как максимально снизить число зараженных новым штаммом. Как обезопасить себя и близких от инфекции, расскажет Александр Гусева. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионе стабильно растет, особенно в последний месяц. Ежедневно медики фиксируют более 450 зараженных. Для сравнения, специалисты приводят показатели полуторамесячной давности, когда в день количество заболевших составляло всего 30-40 человек. Специалисты утверждают, в первую очередь это связано со снижением коллективного иммунитета. Та вакцина, то перенесенное заболевание, которое создавали иммунитет на определенное количество времени, у большинства населения уже стали ослабевать, и, безусловно, население становится опять более восприимчивым. На сегодняшней пресс-конференции, посвященной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян уделил особое внимание вопросам, связанным с мерами профилактики. Не исключена очередная волна заболевания с наступлением осенне-зимнего периода. В начале этого года медики выявили новый штамм – омикрон. На сегодняшний день он мутировал и с новой силой готов ударить по иммунитету человека. Пик заболеваемости ожидается осенью, в период простудных заболеваний, когда иммунитет ослаблен. Симптомы, вызванные новым штаммом, не сильно отличаются от тех, что фиксировали при омикроне. Заболевание нередко протекает как ангина, с сильными болями в горле, высокой температурой, болями в суставах и мышцах и невероятным чувством усталости. Этот вид вируса в меньшей степени влияет на легкие, но все же вызывает осложнения. Невидимые есть особенности. Они заключаются в том, что система гемостаза, то есть свертываемости крови, страдает в большей степени, чем мы это видим в начальном этапе. То есть человек может чувствовать себя хорошо, а в организме уже проходят процессы, которые, если своевременно не лечить, то обязательно выльются в виде тромботических осложнений. По оценкам специалистов, в ближайшее время рост заболеваемости продолжится. Ситуацию можно будет считать управляемой лишь в том случае, если самарцы продолжат систематическую вакцинацию, которую следует проводить раз в полгода. Элементарные правила гигиены также никто не отменял. Необходимо мыть руки и обрабатывать их антисептиками. И помнить, при первых симптомах, хотя бы отдаленно напоминающих простудные заболевания, необходимо обратиться к врачу. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Безопасность детей на первом месте. Сотрудники МЧС проводят профилактические визиты в школы Самары в преддверии нового учебного года. Особое внимание уделяют пожарной безопасности. Представители ведомства проверяют наличие и исправность огнетушителей, состояние установок пожарной сигнализации, система оповещения при возгорании и оборудование путей эвакуации. На этой неделе проверили школу номер 57 в микрорайоне Волгарь. Подробности в сюжете. Это не настоящая тревога, а лишь проверка работ системы оповещений в 57-й школе. Здесь, как и в других образовательных учреждениях Самары, готовятся к началу нового учебного года. Вопрос пожарной безопасности один из основных. Сотрудники МЧС знают, на что обратить внимание. Профилактический визит включает в себя профилактическую беседу. В ходе которой мы разъяснили требования пожарной безопасности, привели противопожарный инструктаж, привели учебную эвакуацию на объекте, проверили работоспособность системы оповещения в здании. Представители ведомства проверили наличие планов эвакуации, также рассказали о правилах использования огнетушителей, проконтролировали их исправность. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо выдернуть предохранительную чеку, нажать в спусковой рычаг и через выпускное ответственность направить летущее число, то есть в сторону чека пожара. К средствам оповещения при пожаре повышенное внимание. Система должна бесперебойно работать автоматически, без участия сотрудников школы. Как пояснили инспекторы, там, где находятся дети, все имеет значение. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, даже маленькие неисправности могут привести к большим неприятностям. По словам сотрудников учебного заведения, здесь не только следят за техническим обеспечиванием безопасности детей, но и регулярно проводят тренировки для обработки навыков эвакуации. Схему действия в случае тревоги ученики и учителя должны знать наизусть. Школа содержит 17 эвакуационных выходов. Логистика школы позволяет эвакуировать учащихся при необходимости или в случае учебных пожарных эвакуаций, не смешивая потоки детей начальной школы и учащихся 5-11 классов. Школа к началу 2022-2023 учебного года абсолютно готова. В завершении визита представители МЧС провели инструктаж для персонала по технике безопасности в случае возникновения пожара. По итогам осмотра школа 57 была признана готовой к новому учебному году. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Максим Гусев. События. Тем временем Росстат рассчитал стоимость базового школьного набора для первоклассника. Одежда, обувь и школьные принадлежности обойдутся в 22 тысячи рублей на мальчика и в 26 тысяч рублей на девочку. В сравнении с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже почти на 14%, а девочку на 11,5. В базовый набор первоклассника входят 9 наименований одежды и обуви для мальчиков, а также 11 наименований для девочек. Мальчикам покупают две пары брюка, три рубашки, девочкам три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом – спортивный костюм. Кроме того, в набор первоклассника входят две футболки, пять пар носков, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. Также к учебному году придется купить 7 видов школьных, учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе 5 учебников и 4 тетрадки, по 5 карандашей и 5 ручек, набор фломастеров и альбом. В наименьшей степени выросли цены на одежду для девочек школьного возраста, а вот стоимость школьных тетрадей, наоборот, возросла намного больше. Они подорожали на 36,5% за год. Одновременно снизилась стоимость многих образовательных услуг. Цена за час дополнительных занятий в государственных и муниципальных, общеобразовательных учреждениях уменьшилась на 3%. В среднем по стране также подешевело обучение как в государственных, так и в частных вузах. Теперь не только пластиковые. В Самаре выпустили единую транспортную карту в виде наклейки. Пока тираж строго ограничен, но некоторые самарцы уже опробовали нововведение. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. Теперь не только привычный пластик. Способы оплаты за проезд становятся удобнее и современнее. В Самаре поступил в продажу новый формат транспортной карты в виде наклейки. В этих наклейках встроен чип, но чип этот является бесконтактным. Точно так же, как бесконтактные банковские карты. Вот она есть, ее не надо вставлять в терминал. Ее просто поднес, и произошел обмен информацией. Никаких поломок как таковых нет, потому что нет физического взаимодействия. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Функционал новинки полностью идентичен оригинальной карте. Однако, например, это новшество можно прикрепить к вещи, с которой сейчас не расстается ни один тинейджер, к телефону. Жительница Самары Юлия Хабибулина с семьей часто пользуется общественным транспортом. Скоро дочка вновь вернется в школу, поэтому женщина решила попробовать карту нового образца. В телеграме подписана на канал Самары, увидела, что карточка транспортная новая появилась. Вот ребенку очень удобно, приклеил на телефон и не потерял. Потому что уже пару раз терялись карточки. Ну, из удобства, хотели вот новшество. Как бы новинку успеть урвать. Пополнить карту можно привычными способами. Либо на почте, или через терминал, либо через приложение мобильного банка и сайт. Если ты через сайт, то вводишь данные, которые у тебя запрашивают, ты сразу, значит, пополняешь на ту сумму, которая тебе необходима, и платеж поступает в течение 24 часов. Транспортную карту в новом формате выпустили ограниченным тиражом, порядка 200 копий. Но, как пояснили в департаменте транспорта, если спрос останется таким же активным, то оператор выпустит дополнительную партию. Сейчас приобрести карту можно в двух местах. На Марисе Торезе 67А в департаменте транспорта и в офисе на улице Фрунзе 70. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Рыбалка без границ для людей с ограниченными возможностями здоровья. В поселке Волжский прошли соревнования по спортивной ловле. Состязания организовали для спортсменов-рыболовов, которые застоят в общественных организациях инвалидов и ветеранов. Подобные соревнования проводятся ежегодно. На этот раз в руки взяли удочки около 50 человек. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. На берегу озера Соленый овраг стоит практически полная тишина. Что неудивительно, ведь рыба громких звуков не любит. Слышен только всплеск поплавков. На водоеме идут соревнования по спортивной ловле, рыбалка без границ. Вот мы сажаем тут червя и тесто. Вот любимое кушанье карася. В этом году в соревнованиях участвует порядка 50 человек. Это спортсмены-рыболовы, которые состоят в общественных организациях инвалидов и ветеранов Самары. Они разделились на 15 команд, по три рыбака в каждый. Кто-то из них ловит рыбу с детства, а кто-то взял удочку впервые. Так это же просто замечательно. Рыбу ловить, тем более почти что первый раз. У меня опыта нет, но я накапливаю постепенно этот опыт. Так что жду, что все равно рано или поздно клюнет. Надеюсь на это. На этот раз аппетит у карасей и карпов оказался слабым. Но рыболов это обстоятельство нисколько не расстроило. Каждая рыба, она, как говорится, своя. Ну вот мы думали, тут окунек есть, но окунка не попались. В прошлый раз раки были, рак поймал я. Ближе к обеду участников соревнований позвали на взвешивание улова. Количество рыбы, вес и размер – это те критерии, по которым присуждались призовые места. Кто-то забирает с собой, но чаще всего все рыбу отпускают опять в озеро для того, чтобы на следующий год приехать и, может быть, поймать рыбу больше, тяжелее. И как любят показывать рыбаки, вот таких вот белых амуров. Победители соревнований, помимо хорошего настроения, получили в подарок рыбацкие кресла, ящики рыболова, органайзеры для рыбацких принадлежностей и, конечно же, памятные медали, кубки и дипломы. А все без исключения участники состязаний после церемонии награждения отведали ароматные ухи. Православные христиане вновь постятся. На этот раз две недели посвящены Успению Пресвятой Богородицы. Это время духовного возрастания такое же строгое, как и Великий пост перед Пасхой. Как постятся самарские христиане и о чем проповедуют священники, в храмах узнали наши корреспонденты. Успенский пост проходит всегда в одно и то же время, с 14 по 27 августа. Он установлен с древних времен христианства. Первые упоминания о нем известны с середины V века. Он единственный, посвященный Богородице и почти такой же строгий, как и Великий. Есть рыбу можно только на праздник преображения Господня, 19 августа. Но, как рассказывают священники, главное во время любого поста не пища телесная, а пища духовная. Самое главное в течение поста – это не гастрономические ограничения, а молитвенное и покаянное настроение. Это совершение добрых дел, дел милосердия. Это участие в богослужении, в таинствах исповеди и причастия. Если этого нет, то, чтобы мы не ели, никакой пользы это не принесет. Как оказалось, во время опроса общественного мнения обычных самарских христиан в городе много. А воцерковленных, то есть старающихся жить по закону Божьему и посещающих храм мало. Успенский пост не всем в радость. Сил не хватает, разумений не хватает, чего-то еще, веры не хватает. И потом пост – это что? Пост – это незлобливым быть, прежде всего, а не то, что что-то не кушать. Говорят, что это самоочищение. Ну, я не знаю, как это самоочиститься. Ну, наверное, что-то есть в этом. Нет, не пробовал. Желаний нет. Потому что, ну, мне кажется, я и так чистый. Я грехов не совершаю, вроде бы. Так мне кажется. Внутреннее отношение к себе, посмотреть, разобраться внутри себя, откинуть такие вещи, в общем-то, греховные, как-то. Это и для здоровья полезно, в общем-то, без сомнения. И то, и другое в комплексе. Церковная жизнь добровольно. Принуждать себя к духовному или гастрономическому подвигу не стоит. Если я, например, верю в Бога, если я люблю Бога, то я добровольно все это делаю. Если же веры настоящей, веры нет, то заставляй, не заставляй, увещевай, запугивай, ничего не изменится. Только любовь к Богу и больше ничего. Настоящие христиане стараются победить свои недостатки, вернуть мир и согласие в отношении с людьми. Особенно во время больших постов. Их в году четыре. Рождественский, Великий, Апостольский и Успенский. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Фестиваль «Волгофест» стартует уже в ближайший вторник, 23 августа. Он пройдет на Старой набережной и будет посвящен теме детства. В каждом из шести дней фестиваля организаторы выделили три времени и три настроения. С 12 до 16 часов – время созерцания. Можно будет прогуляться по пляжу, изучить новые арт-объекты, которые появились на Волжском берегу и понаблюдать за неспешным ритмом жизни у большой воды. С 16 до 19 часов – время соучастия. Когда можно активно включиться в жизнь Волгофеста, стать художником, изобретателем, археологом и просто окунуться в безмятежную атмосферу детства, когда хочется пробовать все новое. А с 19 до 23 часов – время впечатления. Волжский пляж превратится в настоящую сцену со спектаклями, перформансами и музыкальными выступлениями. На Волгофесте можно будет увидеть великана Алангасара и зверей-странников, прогуляться с перформативным аудиогидом «Сказочность», исследовать лабиринт, архитектурное пространство, посвященное домам зверей, заблудиться в зеркальном лесу, создать мягкий арт-объект, отведать волжской кухне, увидеть жилище древнего волжанина, познакомиться с бабой Его и даже оказаться в желудке у чудовища. Точкой просвещения Волгофеста станет фестивальный клуб. Детство как явление будет раскрыто с самых разных сторон – в теории и на практике, в психологии, в науке и искусстве. В качестве спикеров будут выступать ведущие специалисты в области педагогики и образования, а также создатели проектов для детей и родителей. Кульминацией фестиваля станет демонстрация скелета древнего волжского ящера Волгозавра. Организаторы приглашают принять участие в его раскопках, а еще разобраться в культурах пляжной и допляжной эры Самарской набережной. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!